Добрый день, дорогие слушатели, зрители, соискатели потенциальных квартир в столице нашей родины, городе-герое Москве и вокруг нее. С вами Андрей Налпин, говорящая голова проекта компании N-Market обозреватель новостроек. Сегодня у нас речь пойдет об одном из интереснейших проектов, расположенных на северо-западе Москвы. Жилой комплекс от компании ФСК Лидер, АПКвартал, Новая Тушина. Что можно сказать о застройщике? Финансово-строительная компания Лидер – это холдинг, специализирующийся на девелопменте жилой недвижимости. В его копилке уже есть такие проекты, как Новая Измайлова, Западная Кунцева, Эмхаус, Зодиак. Ни одного долгостроя за плечами компании замечено не было. ФСК Лидер существует с 2015 года. Была признана девелопером года 2012 по версии Urban Awards. За время работы ввела в эксплуатацию объектов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. И компания использует уникальную для Москвы стратегию. Она строит жилые комплексы только за счет собственных средств. Вы можете себе представить? Никаких кредитов, никаких долевых средств. Таким образом, риски потери средств покупателей кардинально снижаются. А в квартал Новая Тушин находится в Красногорском районе Московской области и примыкает к небольшой деревеньке Путилково. Рядом с жилыми домами разворачивается строительство жилого комплекса Большое Путилково, на который открывается обзор из окон нашего комплекса. Зато с противоположной стороны раскинулся живописный Алешкинский лес. Из квартала имеется непосредственный выезд на Путилковское шоссе, далее на улицу Свободы, на Пятницкое, Волоколамское шоссе и на МКАД. Все поблизости. Ближайшие станции метро это Планерное, Сходнинское, Тушинское, Пятницкое шоссе. Четыре станции. На первый взгляд, ЖК Тушино имеет выгодное местоположение. Менее чем в километр проходит МКАД, а от него до центра Москвы на автомобиле всего 30 минут езды по Ленинградскому или Волоколамскому шоссе. Но если приглядеться, то можно заметить и недостатки локации. К примеру, на электричке рассчитывать не приходится. Да и метро в пешей доступности тоже отсутствует. Добираться на автобусе до метро, например, до станции Планерное придется около 30 минут. И это не очень хорошо, потому что тем, кто привык к активной повседневной жизни, ходит в кино, посещает кафе, клубы, рестораны. Придется частенько выезжать из путилка в Москву, ведь в деревне очень слабо развита культурно-развлекательная среда. Конечно, возможно, со временем, когда застроятся, заселятся все соседние жилые комплексы, эта ситуация изменится. Внутренняя инфраструктура ЖК Новая Тушино включает уже построенную девелопером общеобразовательную школу на 1600 учеников, два детских сада по 145 мест в каждом. И в комплексе уже работает супермаркет «Пятерочка», а в шаговой доступности расположен гипермаркет «Окей». Воздух в районе ап квартала Новая Тушино практически не загрязнен. Потенциальный вред окружающей среде наносит только лишь проходящий неподалеку от ЖК магистрали. Единственное производственное предприятие в округе – это мебельная фабрика, расположенная в одном километре от новостройки. В остальных аспектах Путилково – это экологически благоприятная зона. Сразу за МКАД проходит граница Алешкинского леса, на севере расположен природный парк Куркино, а на западе протекает река Сходня. К сожалению, это все не в пешеходной доступности. До зеленых зон придется добираться на машине, автобусе или велосипеде, кому как больше нравится. Девелопер проекта компания «Лидер» разработала и активно продвигает свой собственный уникальный стандарт жилья комфорт-класса, который называется «АПП». «АПП» с восклицательным знаком. Его основные принципы – это хорошая доступность, повышенный уровень комфорта и безопасности, идеальная функциональность инфраструктуры и индивидуальность. На территории квартала площадью более 20 гектаров вдоль Путилковского шоссе построены 6 многосекционных корпусов от 17 до 22 этажей. Здания в комплексе большие и массивные, но за счет оригинальной расцветки эффект громоздкости удалось немного сгладить. И все же, все же это типичные многоквартирные густонаселенные дома с 8-9 квартирами на этаже. Поэтому сторонникам уединения, к сожалению, придется привыкать к многолюдности. На это уже сейчас жалуются многие жители квартала. Если вы почитаете форумы, вы увидите это. Жалуются на многолюдность во дворах и очередях на детских площадках. Жилые постройки имеют П-образную форму, и каждый образует обособленное пространство, и в каждом из них имеется большой внутренний двор с игровыми и спортивными площадками. Девелопер максимально разнообразил пространство. Жители квартала могут прогуляться по благоустроенному двору, парку с газоном и клумбами, ну или посидеть, отдохнуть на скамейках, расставленных вдоль тротуара. На уличных тренажерах можно размять мышцы, а на специально оборудованных полях поиграть в баскетбол или футбол. А для выгула собак построены специальные зоны, они не будут никому мешать. В целях безопасности вся дворовая территория, вся единая дворовая территория огорожена, и доступ осуществляется строго по электронным смарт-картам через КПП. Это, кстати говоря, еще одно преимущество ап-квартала, потому что в подобных новостройках очень редко обеспечивают такой уровень сервиса. Огромным преимуществом ап-квартала «Новая тушь» по сравнению со многими новостройками является то, что все корпуса уже возведены и сданы. Покупатели могут воочию увидеть недвижимость, которую они приобретают. Это большое преимущество. Здания построены под монолитной технологией. В большинстве квартир установлены стандартные двухкамерные пластиковые окна, но на верхних трех этажах организовано панорамное остекление. В ЖК «Новая тушина» организованы современные входные группы. Пластиковые витражные двери ведут сначала в небольшой тамбур, а потом уже в большой вестибюль. Это позволяет в подъездах сохранить тепло зимой и создать прохладу летом. А для хранения велосипедов и детских колясок в каждом подъезде отвели отдельное просторное помещение. И теперь жильцы квартир могут оставлять там свое имущество, совершенно не беспокоясь о его сохранности и не загромождая свои квартиры крупными вещами. Во всех домах установлены бесшумные скоростные лифты компании «Тиссон Круп». Шахты лифтов ведут в том числе и на подземные уровни с паркингом. В каждой секции устанавливают по одному пассажирскому и по одному грузовому лифту. 400 и 1000 кг грузоподъемностью соответственно. В ЖК «Новая Тушина» продаются квартиры площадью от 34 до 104 квадратных метров. От одной до трехкомнат. Четырехкомнатных квартир нет. Подавляющее большинство из полутора тысяч квартир – это однушки. Их около 1200. На удивление, стоимость жилья в «Новом Тушино» даже немного ниже средней по Московской области. Это всего 80-130 тысяч рублей за квадратный метр. И это при том, что домкат меньше километра. Это достаточно дешево. Возможно, на цену влияет некоторая изолированность жилого комплекса. Однокомнатную квартиру площадью 34 квадратных метров, например, можно купить за 3 миллиона 900 тысяч рублей. Самый дорогой вариант семейной трешки – 104 квадратных метра – обойдется вам в 9 миллионов. Это без отделки. Или в 10 миллионов 800 тысяч с отделкой. Это еще одно из преимуществ апп-квартала «Новая Тушино». Можно приобрести на выбор три типа квартир. Без отделки, с дизайнерской типовой отделкой и с меблировкой. В отдельных секциях корпусов с 1 по 4 можно приобрести вот эти самые квартиры с отделкой. В такое жилье можно сразу въехать. Оно готово к заселению. Остается только завести мебель и технику. Если же вы выбираете жилье с меблировкой, то в таком случае вам вообще ничего делать не нужно. И тратить не надо. Вы сразу въезжаете в полностью готовую для проживания квартиру. Но и в жилье без отделки будут свои плюсы. Потому что квартира сдается в свободной планировке, без внутренних перегородок. Это позволяет игнорировать схему БТИ и самостоятельно решить, где ставить стены. И таким образом, из обычной однушки вы можете сделать, например, студию, объединив пространство кухни к гостинам. А дизайнерская отделка, к сожалению, лишает у вас возможности. Высота потолков во всех жилых помещениях составляет 3 метра. Это в комплексе комфорт-класса. Все квартиры в новостройке геометрически правильные. Помещения выглядят как прямоугольные соотношения сторон 1 к 2. Или идеальные квадраты. Нормы жилищного законодательства соблюдены в полной мере. Комнаты в однушках достаточно просторные. А вот кухня, к сожалению, не очень большая. Площадью 9,5 квадратных метров. Даже в двушках и трешках они немного больше. В среднем около 12,5 метров. Санузлы. Везде совмещенные и тоже компактные. Во всех квартирах имеются застекленные просторные лоджии и балконы. А это, кстати, большой плюс. Подведем, пожалуй, итоги. Ап-квартал Новая Тушина. Это интересный проект со своими достоинствами и недостатками. Среди явных плюсов можно отметить близость к Москве, доступные цены, возможность приобретения квартир с отделкой, манилировкой, благоприятную экологию, полностью построенные зданные дома, школу и детские сады. Из минусов можно отметить, что многолюдность, недостаток инфраструктуры и низкая транспортная доступность. И, пожалуй, на этом у меня все. С вами был Андрей Налпин и проект компании «Энд Маркет» обозревательного строя. Успехов вам! И помните, тщательно подходите к выбору новостройки. И тогда вам будут точно обеспечены долгие годы счастливой жизни. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok